В Панковской колонии строгого режима сегодня разместился мини-театр премьера спектакля «Мертвый дом» по мотивам повести Достоевского «Записки из мертвого дома». Это совместный проект УФСИН и Министерство культуры Новгородской области. В постановке задействованы осужденные. Мария Зверева расскажет подробности. Об этом и других тягостях жизни в заключении осужденные, отбывающие срок в колонии строгого режима, рассказывают в постановке «Мертвый дом». Все впервые примерили на себе профессию актера, но, несмотря на это, согласились выйти на сцену. Чтобы поймать этот звездный час, они прошли через полтора месяца репетиций, прогонов и занятий по актерскому мастерству под руководством Сергея Семенцова. Как говорил Достоевский, все мы люди, все мы человеки. Заключенные – это те же люди, просто попали сюда. Они такие же, как самодеятельный коллектив собирается. У кого-то больше, даже не таланта, а больше ближе вот это все лежит. И достать очень просто. А у кого-то это спрятано очень глубоко, за семьей печатями, и это очень трудно вытаскивать. Основной мыслью спектакля стал поиск хотя бы крупицы порядочности и правдивости даже в самой заблудшей душе. По сюжету интерпретированной постановки «Мертвый дом» – это клетка, в которой заперты грешники. Федор Михайлович настолько гениальный писатель, что те мысли, которые он закладывает, они созвучны. Видите, 160 лет прошло, а мысли, которые заложены, даже в большинстве момента написания, это уже прошло почти что 180 лет, как он это все пережил сам, они остаются созвучны и очень созвучны тем людям, которые находятся в стенах исправительного учреждения. Поэтому стоит отметить, что роль режиссером Данилом Донченко подбиралась к каждому осужденному подстать, чтобы играть было проще, находились общие черты, были схожи судьбы или близок менталитет. Аким Акимович Белых – это тот человек, который участвовал на Кавказе в войне. Человек командует нашими российскими войсками и внутри крепости находятся еще люди, которые беженцы. И как перекрещивается, я ветеран боевых действий Ченчатской республики 1995 года. То есть мне где-то немножко может быть что-то отчасти схожим, я понимаю, этого героя. По словам самих заключенных, тюремная жизнь тогда и сейчас изменилась не сильно. Нет насилия, но морально тяжело всем так же, как и героям Достоевского. Поэтому идея рассказать их историю другим осужденным пришлась по душе. Причем жизнь этой постановки премьера не ограничится. Впереди несколько других показов. У нас будет проводиться день открытых дверей. Послезавтра родственники наших осужденных смогут все это увидеть вживую, пообщаться с нашими артистами. Кроме того, данный документальный фильм, который будет смонтирован также на основе этого произведения, примет участие в общероссийском фестивале. Кроме того, эту постановку смогут увидеть и другие жители региона. Ее запись покажут во всех районных кинотеатрах области. Мария Зверева, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.